всем привет в этом видео хочу рассказать о новых трех технологиях которые эти нелюди внедряют в нашу жизнь и знаете эти технологии они не только опасны для человечества опасны для здоровья и вообще для жизни они еще и унижают человеческое достоинство то есть вообще используя вот эти технологии человечество превращается вообще в какой-то просто биоматериал которым попользовались взяли все что от него нужно и потом выбросили и превратили в компост технологии ужасные и мы уже видим постепенное внедрение этих технологий в нашу жизнь ну вот давайте расскажу первая технология так япония готова заплатить 1 миллиард за превращение человека в киборга и тут же они нам сообщают что например для решения проблемы нехватки рабочих рук предлагается радикально роботизировать все отрасли производства я не знаю что это за проблема нехватки рабочих рук насколько я знаю во всех странах безработица предполагается заменить человека в сельском хозяйстве строительстве в шахтах в лесу и на дорогах являть этими роботами поручат искусственному интеллекту но не простым разновидностям как вот типа нейросети а настоящему уже цифровому разуму а вот сейчас самое интересное что же есть в этой технологии с помощью этой технологии киборгизации они хотят решить вопрос старения стран то есть тотальная замена изношенных частей тела имплантантами вновь превратит ослабших стариков в полезных членов общества а искусственный сон гибернации так у них это называется поможет увеличить продолжительность жизни и вот сейчас внимание и эта технология вдобавок позволит части населения погружаться в спячку снижая нагрузку на инфраструктуру в критические моменты то есть что это значит какой-то критический момент а это может быть все что угодно просто часть человечества отключат погрузят их в спячку а простыми словами если сказать вырубят да вот так получается чтобы они там лежали есть не просили и чтобы ничего не требовалось вы понимаете что происходит и вот в эту вот технологию япония будет вкладывать очень большие деньги причем на постоянной основе ну а пока киборги еще на ногах вот вам пожалуйста вторая технология которая внедряется в нашу жизнь и и технология такая компания telly предоставит бесплатный 4к телевизор в обмен на согласие смотреть бесконечную рекламу эта компания готова предоставить совершенно бесплатно 4к телевизор любому желающему в обмен на согласие смотреть рекламу на втором дополнительном экране на постоянной основе то есть если человек смотрит какие-то каналы на дополнительном экране будет постоянная реклама и отключить ее вы не сможете и такая технология все-таки ставит под сомнение некоторые аспекты безопасности дело в том что эта реклама будет таргетированная что такое таргетированная реклама это когда реклама подстроена лично под вас под ваше желание под ваши покупки то есть все что чем вы пользуетесь вот это именно будет для вас а это что означает это означает то что телевизоры будут следить за вами да вот эти вот которые вам дают бесплатно они будут следить за вами и собирать все данные передавать на сервера для последующей обработки вот так вот то есть бесплатный сыр как вы знаете бывает только в мышеловке но если пользователь решит отказаться от сбора данных и оставить телевизор за собой то ему придется выплатить 500 долларов то есть вот эту вот себестоимость телевизора и вот что-то мне подсказывает что за такими бесплатными телевизорами будут очереди потому что как сказать халява нравится многим и вот эта компания решили решила раздать порядка 500 тысяч телевизоров а потом они планируют еще и до миллиона штук раздавать людям такие бесплатные которые будут за ними следить все записывать что вы говорите что вы смотрите вообще чем вы занимаетесь дома и потом передавать на сервера таким образом собирая всю информацию и потом эта информация может повернуться против вас и такие телевизоры они уже хотят начать раздавать уже этим летом и вот когда уже на этом полу киборги получеловеки все попробовали там процедуризацию камеры биометрию бесплатные телевизоры и так далее вот это все что вы знаете и вот когда его уже нужно утилизировать настал этот момент утилизации вот пожалуйста а компания из нидерландов loop biotech придумала саркофаги из грибов и это станет экологичной альтернативой деревянным гробам но знаете вот мне так кажется что вот эти нелюди они путают слова гриб и гроб поэтому они решили все это соединить чтобы в дальнейшем не путаться и вот они создали такие грибные гробы этот гроб будет сделан из грибной массы и отличается тем что он полностью разлагается всего за 45 дней то есть вот именно уже с внутренним содержимым тело оказывается под землей в окружении питательной биомассы на которой смогут произрастать другие растения и грибы то есть вот этот вот саркофаг он сделан из грибов и грибные гробы в прямом смысле выращивают на специальной ферме где из отходов переработки конопли создается каркас в которой высаживается грибной мицелий при активном снабжении питательными веществами он заполняет форму всего за неделю такой кокон вот этот самый гроб до гриб весит всего 30 килограмм внутри он будет выслан натуральным мхом то есть там где будет находиться тело и все вот это вот превращается просто в компост такой знаете грибной мицелий основатель этой компании боб хендрикс он так и заявил все мы являемся частью окружающего мира и нужно стремиться так чтобы наши тела после смерти как можно быстрее безопаснее вернулись в природу хочу вам напомнить фильм зеленый сойленд вы его можете найти в гугле посмотреть там где людей кормили трупаками и когда людям не хватало еды они просили еще и устраивали забастовки и вот друзья у меня есть такое опасение что вот такими вот грибными гробами да где будут произрастать на этом месте будут произрастать грибы как бы они не стали добавлять вот эти грибы в пищу на мой взгляд такие технологии просто унижают человеческое достоинство не только при его жизни но и после смерти пишите ваши комментарии всем пока